28 октября 2018 года Дни Скорпиония начались Я поздравляю всех скорпионов с днём рождения И благодарю я всех, кто помогает каналу Мне реально приятно ваша помощь Ваш отклик неравнодушие Помогайте все, кто помогает каналу Кто еще не присоединился к моим друзьям Тем, кто помогает мне по каналу Сегодня я вам хочу рассказать о том Что Росгвардия набирает обороты в управлении В силовом управлении нашей страной В мордобойно-силовом управлении Ну в принципе, что и похоже на генерала Золотова Который также решает все вопросы только мордобоем Помните, как он Навального пригласил на поединок На дуэль и хотел сделать из него отбивную А Росгвардия не просто подминает под себя все Она забирает все функции других силовых ведомств Естественно, как вы понимаете Между этими силовыми ведомствами Начинается такая война О которой нам с вами ничего не известно Вот, в частности, вы знаете, что ГИБДД принадлежит МВД И они получают от этого всякие вкусные пряники И командуют народом Ну и таким образом у них есть рычаг управления Когда они могут за сбитого человека Вы помните, на Рублево-Успенском шоссе Вернее, на Кутузовском проспекте Сбила одна очень богатая молодая женщина Сотрудника ГИБДД И пришлось ей, ее мужу заплатить за это миллион Потом потребовали полтора миллиона Ну вот такие истории И это деньги, конечно Это получает начальство Не тот мертвый парень, которого сбили А получает руководство и начальство И так ГИБДД ждут сокращения Вплоть до ликвидации Судя по всему, госавтоинспекция Оказалась на пороге больших перемен Начиная со среды, 24 октября Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации Будет следить за безопасностью дорожного движения Правительство своим распоряжением Предоставило ведомству соответствующие полномочия По мнению экспертов Этот шаг является еще одним подтверждением Того, что ГИБДД в недалеком будущем Ждет глобальная реформа По ликвидации этого органа Вообще его не будет ГИБДД Работа Росгвардии в новом направлении Регламентируется постановлением Кабинета министров номер 1215 В документе, в частности, отмечается, что Госнадзор в области безопасности дорожного движения Поручен военной автомобильной инспекции Росгвардии Ей передали часть функций В частности, предметом проверок Будет являться соблюдение требований К изменению конструкции Автотранспортных средств И прицепов к ним Это означает, что отныне Сотрудник Росгвардии вправе Остановить ваш автомобиль Для проверки На сегодняшний день Численность силовой структуры Которая была сформирована Два года назад Всего-то два года За два года эта структура подмяла под себя Почти все силовые структуры Которые социальные Связаны с социальным обслуживанием Ну, такие, как ГИБДД Скорые функции милиции, полиции Тоже будут в руках Росгвардии Они уже на это замахнулись И также они заменят ОМОН Прямо, плавненько заменят Кому-то кажется, что это невозможно За два года всего Вы понимаете? Ведь что-то за этим стоит Итак, эта численность Росгвардии Сегодня превышает 340 тысяч человек При этом, по свидетельству экспертов Служба стремительно Разрастается И обретает новые полномочия В то же время Госавтоинспекция переживает Не лучшие времена Общее количество сотрудников ГИБДД В России по состоянию на осень Прошлого года Оценивалось в 55 тысяч человек Однако, уже в январе Под сокращение попали 10 тысяч человек То есть, почти каждый пятый Данное решение Говорит о явном усилении Влияния Росгвардии И, конечно, в такой ситуации ГИБДД могут Расформировать Вообще Это естественно будет Есть вариант Что создадут подразделения По американской модели Объединят ГИБДД С патрульно-постовой службой То есть, сотрудники будут заниматься И уличными драками И нарушениями правил Дорожного движения То есть, все смешают В одну кучу А потом и вообще Ликвидируют Такой вариант Вполне укладывается В логику Экономии бюджетных средств У сотрудников ГИБДД Из-за вредности Год службы Засчитывается За полтора У Росгвардейцев Такого не будет Экономия Налицо Но я думаю Что Росгвардейцам Дадут Свои поблажки И зарплаты у них Будут Достаточно велики Чтобы молодые люди Туда пошли В большом количестве Тем более Как я говорила В одном из роликов Виктор Золотов Сам ездит по регионам И сам для своих Гвардейцев Выбивает квартиры В лучших домах Города В любом городе Он приезжает И выбивает Где-то он на Кавказе был Я рассказывала И там 91 квартиру Забрал Под своих Росгвардейцев Причем это же Как получается За счет бюджета Или Бюджет платит За своих сотрудников Вот так Конечно За квартиры-то Любой парень Захочет пойти И отдать Свою душу И тело Росгвардии А вот чем Занимается Росгвардия Это уже Другой конечно Вопрос Виктор Золотов Да он Во главе Росгвардии Виктор Золотов Могучий человек Был Но до недавнего Времени А вот как Началась драка Такая Где Росгвардия Выстояла И взяла Такий Реванш По отношению К Шойгу По отношению К МЧС Росгвардия Взяла На себя Функции Правления И тем более После того Как и Виктор Золотов На Скажем На волне Такой Приподнятости Что он Наконец-то На коне Наконец-то Над ним Никто не стоит И вот здесь У него Произошла Большая Осечка Я хочу рассказать Об этом В следующем Ролике Осечка Которая Наверное Будет стоить Ему Карьеры Мы должны С вами Понимать Что Даже такой Могучий Богатейший Человек Как Виктор Золотов Его тоже Легко Скрутить И кто-то Очень Важный Захотел Занять Его место Но Может быть Он будет умнее Может быть Он будет Вообще Другого Направления Человек Но Сдается Мне Что Виктор Золотов Также Сложит Скоро Свои Полномочия Я Таня Карацуба Сиитбурхан 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 Сиитбурхан